Я знаю, что это еврейский институт, но та тема, о которой я буду говорить, она, наверное, для вас будет специфической, для меня нормальная, потому что я верующий христианин из язычников. И поэтому я буду больше говорить о той части церкви, принявшей Христа, которые на самом деле были язычниками, выходцами из язычников. Да? Господь сделал из двух одно, соединив иудеев и язычников во Христе Иисусе уверовавших. Ну, я буду, так получилось, что я буду больше касаться языческой части церкви. Слава Богу! И перед тем, как мы начнем это, давайте напишем такой подзаголовочек. Зачем нам изучать историю церкви? Зачем нам изучать историю церкви? В принципе, можно обойтись и без этого, аминь. Можно спастись сто процентов, не зная историю церкви, но зная лично Господа Иисуса Христа и будучи наставленным Святом Писанием. Но тем не менее, мы проходим это и поэтому зададим себе вопрос, зачем нам изучать или учить историю церкви? И первое, несколько пунктов мы запишем. Чтобы познавать Господа и то, как Он взаимодействует с человеком. Чтобы познавать Господа и то, как Он взаимодействует с человеком. И в своем большинстве книги Писания, Святого Писания, они также являются историческими. И изучая историю отношений Бога с человеком, мы видим, как развивались эти отношения и через это мы узнаем Бога больше. Мы узнаем Его характер, мы познаем Его волю. Аминь. Изучая историю церкви, мы также видим, как Бог взаимодействует с человеком от дня основания церкви до сегодняшнего дня. Итак, первое, чтобы познавать Господа и то, как Он взаимодействует с человеком. Второе, чтобы учиться на прошлом опыте. Чтобы учиться на прошлом опыте. И нам действительно есть, что взять из прошлого опыта церковных служителей. Знаете, мы не появились ниоткуда, правда же? Перед нами тысячелетия, пройденные христианами. Перед нами огромный пласт сделанной работы уже. Как кто-то сказал из Мужей Божьих, не помню. Он говорит, на самом деле мы не такие уж великаны. Мы карлики, которые стоим на плечах великанов. И поэтому кажемся великанами. То есть, очень многое было сделано до нас уже. Амин. Мы, евангельские верующие, когда рождаемся свыше, мы, наверное, иногда думаем, что ну вот мы самые правильные, до нас никого не было. Но на самом деле не так. Это было, и то, что мы сегодня имеем, знаете, не мы придумали, не мы это получили от кого-то. Это было передано как наследство. Амин. И нам не нужно сегодня во многих вещах изобретать велосипед. Нам нужно просто взять некоторые принципы, которые уже использовала Божья церковь, и использовать сегодня в нашей жизни и в нашем служении. Амин. Хорошо, мы пойдем дальше. И следующее. Зачем нам изучать историю церкви? Напишите так. Жизнь верующих, живших прежде нас, Жизнь верующих, живших прежде нас, это вдохновляющий пример для нас сегодня. Жизнь верующих, живших прежде нас, это вдохновляющий пример для нас сегодня. А я скажу больше, даже и смерть некоторых верующих, отдавших жизнь за своего Господа, также может являться для нас сегодня вдохновляющим примером. Жизнь верующих, живших прежде нас Это вдохновляющий пример для нас сегодня Я люблю читать биографии божьих людей Я люблю читать жизнеописания святых На самом деле это вдохновляет на подвиги На самом деле, когда тебе тяжело И ты читаешь, как они тогда жили И думаешь, да, не, у меня еще все хорошо Это у них было тяжело У нас все нормально Аминь Мы живем в свободной стране Свободно исповедуемой Евангелия Никто в тебя камнями не кидает За то, что ты проповедуешь на улице Это здорово, аминь И даже когда трудно, ты смотришь на них И ты получаешь назидание Хорошо Следующее напишите Мы учимся на прошлых ошибках Мы учимся на прошлых ошибках Мы учимся на прошлых ошибках И здесь же можно написать Все ереси и проблемы современной церкви Уже были в прошлом Или уже встречались в прошлом Мы учимся на прошлых ошибках Мы учимся на прошлых ошибках Все ереси и проблемы современной церкви Уже встречались в прошлом Все ереси и проблемы современной церкви Уже встречались в прошлом И на самом деле, знаете, если мы изучаем Историю церкви, мы видим Что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня Когда-то уже были И видя, как их разрешали тогда Мы можем сегодня разрешать их так же Видя, как боролись с ересью Мужи Божьи тогда Мы можем взять их опыт, взять их учение И бороться с этим сегодня так же Аминь Все повторяется, вы знаете На самом деле нет ничего нового Не под солнцем, не под луной Допустим, такой короткий пример Мы будем еще затрагивать Это современное учение свидетелей Иеговы Это не что иное, как модифицированное учение Арианства Мы будем проходить Был такой служитель Арий Который говорил о Христе Не как о Боге Он говорил Бог Как и свидетели Иеговы говорят Бог, не подразумевая, что он Бог Он называл его сотворенной тварью Сотворенным творением Через которого Господь уже творил остальной мир И он говорил, что было время Когда Христа просто не существовало И эта ересь была однажды осуждена Церковью Слава Богу Ну, был принят символ веры определенный Который осуждал эту ересь И сегодня мы видим в учении свидетелей Иеговы То же самое Нет ничего нового Все уже было Аминь И последний пункт напишите Напишите так Из всего этого Мы узнаем цели церкви И ее направление Из всего этого Мы узнаем цели церкви И ее направление То есть Проанализируя все это В совокупности Беря все эти вот пункты Соединяя Мы узнаем Цели церкви И ее направление Когда мы знаем Откуда пришла церковь Как она появилась Как она взаимодействовала с Господом Куда двигалась Мы можем понимать Куда нам следует двигаться Что нам следует делать сегодня? Аминь. Слава Богу. Итак, вот это несколько пунктов, которые отвечают на вопрос, почему нам нужно изучать историю церкви. И мы пойдем дальше. И вы знаете, напишите такую шапочку тоже под заголовочек, напишите «Бог готовит мир для создания своей церкви». Чтобы легче это все было конспектировать, понимать, изучать. Бог готовит мир для создания своей церкви. И вы знаете, мне нравится наш Господь. Прежде чем сотворить Адама и Еву и выпустить их во вселенную, Он создал землю, правда? Не просто землю, Он не просто пустынное место создал. Он евроремонтом сделал. Там все было прекрасно. Причем после каждого рабочего дня Господь приходил, проверял сам себя и давал оценку. Он говорил «Хорошо, мне нравится». В следующий раз «Хорошо», весьма «Хорошо». И когда все было сотворено идеально, Он запустил туда человека. Было удобно. Аминь. Также и здесь, знаете, Бог готовил мир к появлению церкви, чтобы появившись церковь как можно сильнее, быстрее утверждала Царство Божье на этой земле, распространяла Евангелие повсюду, чтобы появившись церкви было удобней двигаться. Что Бог делал? Какие условия Он для этого создал? И давайте пойдем дальше, будем записывать, как же Бог готовил мир к созданию церкви. И А напишите. Возникновение Римской империи. А. Возникновение Римской империи. И в этом пункте А у нас еще будут подпунктики. 1, 2, 3. Хорошо? А. Возникновение Римской империи. И можно сказать, ну это же языческая империя, да? Это прообраз Царства Антихриста, которое должно прийти вообще. Это языческая империя, которая в принципе боролась с христианством долгое время. Императоры римские боролись. Не понимаю, как Бог готовил мир через создание Римской империи. Но Писание говорит, что верующему все содействует ко благу, да? Господь может взять ужасные обстоятельства и перевернуть их так, что это будет действовать нам во благо. Амэн. Также и здесь, создавая Римскую империю, мы увидим... Когда Господь создал Римскую... Вернее, позволил явиться Римской империи, мы увидим некоторые плюсы, мы сейчас запишем, которые затем способствовали тому, что церковь, появившись, распространялась сразу. И напишите в этом пункте А возникновения Римской империи под пункт 1. 1. И напишите так. Политическое влияние Рима приносит относительный мир. Этот период называется Пакс Романа. Римский мир, да? Политическое влияние Рима приносит относительный мир. Политическое влияние Рима приносит относительный мир. Прекращены междоусобные войны. Имеется в виду в подвластных Риму государствах, да? Прекращены междоусобные войны. В Средиземном море уничтожены почти все пираты. И так же Римская империя в то время контролирует варваров. Останавливает, как бы так сказать, их агрессию, их нашествие. Следовательно, по этой территории можно было передвигаться достаточно безопасно. И когда церковь появилась, и миссионеры пошли, неся благую весть, конечно, ну вообще опасности не избежать, да? Но тем не менее, эта территория была достаточно безопасной для того, чтобы проповедовать Евангелие, утверждать Царство Божие. Второе, здесь в этом пункте, второй подпункт, отсутствие торговых и пограничных барьеров. Отсутствие торговых и пограничных барьеров. Это помните, как сейчас иногда люди, которые помнят еще Советский Союз, говорят, вот хорошо было, сел на поезд где-нибудь в Прибалтике, доехал там чуть не до Сахалина, никто у тебя паспорта не проверяет, таможня тебя не шмонает, никто тебя не трогает, да? Можно было легко передвигаться. В то время в Римской империи тоже достаточно свободно и легко можно было передвигаться. Конечно же, это облегчало проповедь Евангелия. Третье, напишите. Интересно, что римляне уделяли этому большое внимание и до сих пор существуют некоторые дороги, построенные в то время. Брусчатка, да, как булыжные дороги, выложенные камнем. И хорошо сохранились. Просто ими не пользуются сегодня, ими неудобно, есть другие дороги, да? Но некоторые были качественно сделаны, сохранились до сих пор. Для чего римляне делали это? Им нужно было контролировать своей военной мощью большую территорию. И на такой территории Римской империи постоянно то там, то там вспыхивали восстания небольшие. Нужны были хорошие дороги для того, чтобы поднять легионы из одного конца империи и быстро перебросить в другой конец империи, чтобы подавить восстание. Для этого делались дороги. Делали и наемники, и рабы делали эти дороги. Но потом это опять-таки облегчило проповедь Евангелия, потому что по таким дорогам можно было удобнее и быстрее передвигаться. И последнее в этом пункте, четвертое, напишите. Римская армия, уверовавшие солдаты, несут Евангелие, распространяя его по всему миру. По всему известному тогда миру имеется в виду. Римская армия, уверовавшие солдаты, несут Евангелие, распространяя его по всему миру. Римская армия, уверовавшие солдаты, несут Евангелие, распространяя его по всему миру. И на самом деле, это интересный такой момент, его нельзя недооценивать. Очень многие, а мы, читая Евангелие, уже видим римских сотников, которые проявляли интерес к учению Иисуса Христа, да? И шо? Как говорить? Можно говорить Иисус Христос? Легко, слава Богу. Как перестроиться? Надо файл заменить. Сразу не получается. Хорошо. Мы знаем сотника Корнилия, да? Который был крещен Духом Святым. Вообще жаждущий человек, уже верувший в Бога иудеев, по сути. Он же молился кому-то, написано, он молился. Кому он молился Богу иудеев? Он отверг свои языческие божества, разочаровавшись в них. Это был такой, знаете, жесткий, можно сказать, жестокий человек. Мягкий человек не будет сотником римским, правда? Наверное, он столько в жизни повидал. Конечно, его терзала совесть, мучила, как любого нормального человека. Можно отречься от этого, постараться избавиться от этого. Но он пошел другим путем, он стал искать Бога. И он творил много милостыней, он много жертвовал, да? Бог, знаете, так, если я не ошибаюсь, в оригинале вообще написано, когда ангел явился, ему сказал, милостыни твои пришли на память перед Господом. Если я не ошибаюсь, в оригинале вообще написано, что они стали памятниками перед Господом. И знаете, чем больше мы молимся, чем больше мы делаем, ну, на самом деле, служим Господу, тем больше мы, может быть, жертвуем в Царство Божье, тем больше памятников мы ставим перед Господом и напоминаем ему о себе. Кто-то, может быть, живет так, что Господу и взглянуть не на что. Повернется и не увидит ничего, да? А в чьей-то жизни он будет смотреть, повернется в одну сторону, а тот напоминает о себе, в другую, а тот напоминает о себе, в третью, а тот напоминает о себе. Вот таким был Корнилий. И так интересно вообще, что, по сути, еще необращенный язычник сам посылает за апостолом, чтобы тот пришел и проповедовал ему Евангелие. И я часто говорю нашим людям в церкви, говорю, знаете, где-то тебя обязательно ожидает твой Корнилий. Может быть, ты сейчас не знаешь, но молись, чтобы получить откровение. Где-то сидит, мучается человек, хочет познать то, что знаешь ты. А ты, может быть, молишься, выступление приходишь. Но, слушай, есть тот, кто нуждается в тебе. Амин. Люди порой разочаровываются, что кто-то не слушает их Евангелие. Но обязательно тебя ждет твой Корнилий где-то. И мы видим, да, Петр пришел, там за ним послали, Господь ему объяснял несколько раз, показывал видение, да, все красочно достаточно, разрекламировал то, что нужно проповедовать язычникам. И отправил его проповедовать Корнилию. И когда он проповедовал, во время проповеди Дух Святой сошел на эту группу людей, и они стали пророчествовать ему лица на иных языках. И сломали Петру все собрание, короче. Он думал, наверное, что закончит, да, призовет к покаянию, возложит руки, все как у людей, все как положено. А нет, прямо во время проповеди люди уже родились свыше, крестились Духом Святым. Это здорово, слава Богу. Итак, мы видим верующих в римской армии. И на самом деле очень многие солдаты, офицеры, высшие военные сословия, они принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И когда их перебрасывали в другие места, их постоянно меняли место дислокации, они там проповедовали Евангелие. Георгий Победоносец, который на гербе Москвы, да, он был римским генералом, верующим во Христа, казненным за то, что он веровал во Христа, и мучеником за Христа, по сути. Конечно, никакую ящерицу он не убивал, никаких драконов он не мучил, это уже позже было добавлено. Но на самом деле это был человек, принявший мученическую смерть за Христа, и не отрекшийся от своих убеждений, от своей веры. Слава Богу. Итак, первый пункт был возникновение римской империи. Второй пункт, Б, то было А, и под пункты. Теперь Б, напишите, Греция и ее культурное влияние на мир. Греция и ее культурное влияние на мир. Греция и ее культурное влияние на мир. И у нас тоже здесь будут под пункты 1, 2. Греция и ее культурное влияние на мир. И первый под пункт, напишите, греческий язык, язык международного общения, да, или международных отношений. Греческий язык, язык международного общения или международных отношений. Нам сегодня это легко понять, потому что примерно таким языком является английский сегодня, да. И 100% куда бы ты ни поехал, в какую бы страну мира ты ни поехал, если ты знаешь английский язык, обязательно найдется кто-то, кто сможет переводить тебя на местный язык. И тебя поймут. Точно таким же языком в то время был греческий. И для вас не секрет, да, что Новый Завет в принципе в основном написан на греческом языке. Для чего? Для того, чтобы сделать его достояние многих, амэн. И для того, чтобы все понимали его в то время. И, слава Богу, для Павла не составляло вообще проблем проповедовать Евангелие в любом конце Европы, в север Африке, может еще где-то, потому что все понимали греческий язык. Проповедь была доступна, слава Богу. И второе, напишите, следующее, греческая философия. Греческая философия. Я объясню, что я имею в виду греческая философия. Греческая философия. В принципе, греческая философия, скажем так, она все равно на шаг выше была, чем простое примитивное язычество. Она рассуждала, да. И философы того времени, многие, включая Платона, они учили о том, что есть другая реальность, запредельная, которая более сильная, чем наша реальность, ну, более настоящая, что ли, да. И что есть в нашей реальности, то обязательно есть там. И это уже, как бы, скажем так, попытка заглянуть в духовный мир, да. Многие философы говорили о каком-то, ну, как сегодня говорят, вселенский разум, да, управляющий всем. Не до конца они, может, сформировали свою мысль, свою идею, но тем не менее это было. Но и люди, разочаровавшись в язычестве грубом, в то время они вообще просто насмехались над своими идолами. Это было в порядке вещей, это было уже формальностью. Увлекались философией. И многие будущие церковные служители, они тоже перед этим были философами, изучали философию. И интересно, она говорит о потустороннем мире, она говорит о более сильной реальности, но реальных ответов на насущные жизненные вопросы все равно не дает. Философия – это философия, это рассуждение. Рассуждениями – это поиск, да, но рассуждениями сыт не будешь. А людям все равно нужны конкретные ответы на конкретные вопросы, какое-то практическое применение духовных вещей в своей жизни. Но эта философия, тем не менее, немного подготовила разум людей к тому, чтобы потом пришло христианство, и люди принимали христианство. Хорошо. И следующее. А, Б, В. Пункт В. Напишите. Религиозное влияние евреев, конечно же. А, это было возникновение Римской империи под пункты. Б, Греция и ее культурное влияние под пункты. И В, религиозное влияние евреев. Религиозное влияние евреев. И уже читая Евангелие, деяние читая, мы видим, что многих язычников привлекало в то время верование евреев. Амин. Вера в единого Бога. Они видели превосходство этого. Они видели чистоту. Мы читаем Евангелие, все равно видим, как Иисус, допустим, обвиняет ворисеев в определенном лицемерии. Они одному учат, поступают по-другому. Но все равно, даже это на фоне того, что происходило в языческом мире, было, знаете, верхом моральности, скажем так. Верхом чистоты. И многие, естественно, я уже говорил, да, многие язычники просто разочаровывались в язычестве. Они искали чего-то другого. И очень многим, многих привлекала вера евреев. Мы читаем в Деяниях о Евнухе и эфиоплянине, да, который владел, ну, как бы управлял казной эфиопской царицы. Греков видим в Евангелии, которые хотели видеть Иисуса. Кого еще видим? Корнилия сотника мы видим, да, который также молился Богу. Мы видим другого сотника, который просил Иисуса исцелить его слугу. Мы видим, что евреев... День Пятидесятницы, если помните, там были евреи из различных мест. И празелиты, то есть обращенные из язычников в иудаизм, да. И они также слышали апостолов, говорящих их языками. Слава Богу! И, конечно же, и как среди евреев было ожидание Мессии, так наверняка и среди обращенных в иудаизм было ожидание Мессии. И он пришел. Второе. Здесь второй подпункт в религиозном влиянии евреев. Напишите. Что-что? Первое? А, я не сказал, да? Извините. Иудаизм распространяется среди язычников. Иудаизм распространяется среди язычников. Иудаизм распространяется среди язычников. Иудаизм распространяется среди язычников. Вызывает интерес. Они обращаются, да? И когда Павел приходил в синагогу проповедовать, прежде всего, в какой-то город, Там были набожные женщины или набожные язычников, которые уже посещали синагогу, может еще не были обращены в иудаизм, но уже посещали синагогу, они интересовались, это их касалось. Второе здесь, напишите, диаспора, второе диаспора. Ну, вы знаете, да, это рассеяние евреев по другим странам, среди других народов, и живя в диаспоре, живя среди язычников, конечно же, евреи оказывали влияние на них, сто процентов. Живя рядом, я еще раз скажу, они отличались своим образом жизни, да, они моралью своей отличались, отношениями внутри общин. И, конечно же, это не могло не быть видимым для остальных, для язычников. И евреи в диаспоре также влияли на язычников, показывая превосходство своей культуры, своей веры. И последнее здесь, как пункт. Последнее, третье здесь, как подпункт. Напишите, «Система синагог стала базой для ранней церкви». Система синагог стала базой для ранней церкви. Система синагог стала базой для ранней церкви. И вы помните, да, когда апостол Павел приходил в какой-то город, куда он прежде всего обычно шел? В синагогу, правда же? Что он делал там? Он брал Писание и истолковывал его, доказывая, что Иисус есть Христос. И по-разному его воспринимали. Было такое, что вся синагога вместе с начальником обращалась, да, изучали Писание и соглашались. Было такое, что на него были воздвигнуты гонения и ходили за ним в другой город, да, чтобы там предупредить, чтобы его побили палками, камнями. Но, тем не менее, система синагог стала, скажем так, отправной точкой. Она стала кафедрой, что ли, для Павла и основой для ранней церкви. Слава Богу. Хорошо. И пойдем дальше. Дальше напишите. «Зарождение и рассеяние церкви». Нет, это уже все. Мы с этим закончили. С «Бог готовит мир к созданию церкви». Мы закончили. Теперь мы идем дальше. И пишем такой новый подзаголовочек, шапочку новую. «Зарождение и рассеяние церкви». «Зарождение и рассеяние церкви». И скажем так, официально в богословских кругах, да, принято считать, что день Пятидесятницы и является днем начала церкви или основания церкви, да. Даже не тот день, когда Христос воскрес. Первая глава «Деяния», если вы помните, да, восьмой стих, он говорит, идите, сначала он говорит, идите в Иерусалим, ожидайте обещанного от Отца, и вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями, да, от Иерусалима и до края земли. «Я уполномочиваю вас, и я даю вам для этого силу». И они пошли и ожидали. И в день Пятидесятницы это произошло, и с этого момента начинается распространение христианства. И об этом описывается в «Деяниях апостола» 2 глава. «Деяния апостола» 2 глава. Там описывается проповедь Петра, евангелиционная. Первое покаяние людей, да, дальше крещение людей, которые приняли Христа, и дальнейшая жизнь церкви. Все это уже видно и отображено во второй главе «Деяния». И мы понимаем, что Господь от начала планировал создание церкви, да. И, знаете, в Писании мы можем видеть, как о церкви говорится в будущем времени, то есть ее еще нет, но о ней говорят, в настоящем времени, я имею в виду, одни создания церкви, и в прошедшем времени. И запишите несколько мест Писания, Матвея 16, 18, Матвея 16, 18, Иисус говорит, я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее, да. То есть ее еще нет, но он ставит всех в известность, он говорит, я ее создам. Придет день, и она начнет свое существование. Он говорит о ней, как о будущем, как о плане, да. Деяния 2 глава, мы видим этот день создания церкви, да. Когда церковь начинает функционировать, мы видим в настоящем времени, говорится о церкви. Идеяние 11, 15. Идеяние 11, 15. Петр рассказывает братьям, как Дух Святой сошел на Корнилия, на язычников, да. И он говорит, и сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. То есть он вспоминает день основания церкви, да, когда на них сошел Дух Святой, но уже в прошедшем времени. Итак, мы видим, что о церкви Писание говорит. В будущем времени, в настоящем и в прошедшем. Слава Богу. Хорошо, и мы посмотрим немножко на развитие ранней церкви. И если мы посмотрим на Иерусалимскую церковь, да, то мы видим, что в первой главе Деяния апостолов описано, что около 120 учеников собрались вместе, чтобы ожидать обещанного от Отца, да, излияния Духа Святого. Они там жребий кидали, вместо Иуды апостола Матфея выбрали и так далее. И вдруг во второй главе Дух Святой изливается на них. И к концу второй главы напишите, даже так, напишите, Деяние 2 глава 41 стих, Деяние 2 глава 41 стих описывается, что в этот день Христа принимают около 3000 человек. Это чудо, конечно же, да, это внезапный рост церкви. Причем, что интересно, это не то покаяние, как порой сегодня бывают в церкви. Выходит 20 человек каятся, из них 2 остаются потом в церкви, да, и служат Богу. Остальные так, ну, заодно вышли, повторили там, от сглазу, может, спать легче будет, там, еще какие-то у них причины были, почему они повторяли эту молитву. В то время было иначе. Большой процент он оставался с Господом. Люди понимали, что делали. Писанием они были научены давно. Но этот шаг для них был реальным шагом. Хорошо, и мы видим такой рост церкви. Деяние 4.4. Деяние 4.4. Мы читаем, и там повторяется еще одна конкретная цифра. К церкви прибавляется 5000 человек. Тоже чудо. Вот, видите, в то время работали массовые евангелизации. Такие, может, где-то и сейчас работают, а у нас сейчас не очень. Мы другими путями сегодня ходим, и, слава Богу, все равно достигаем людей. Итак, там описывается рост церкви. Еще 5000 человек прибавляется к церкви. Напишите еще Деяния 5.14 и Деяния 6.7. Деяния 5.14. Деяния 5.14. Сначала Деяния 5.14. И там написано, верующих же более и более присоединяло с Господу множество мужчин и женщин. Не называется конкретная какая-то цифра, но сами слова более и более говорят о том, что достаточно много народа приходило в церковь, приходило к Господу. И Деяния 6.7 стих. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Итак, в Иерусалиме был огромный рост числа учеников Иисуса Христа. Так, что это повлияло даже на священников, и были священники, которые также обратились к Богу. И по-разному историки называют цифры, но вот одна из цифр, что к моменту смерти Стефана, церковь в Иерусалиме уже насчитывала около 20 тысяч членов. Слава Богу. После смерти Стефана, вы знаете, да, начались гонения на общину в Иерусалиме, да? Серьезные гонения. И мы читаем в Деяниях апостолов, что все верующие разбежались, кроме апостолов. Представьте себе, апостолы приходили проводить собрание, и там было 20 тысяч человек. Ну, понятно, что они, наверное, не собирались все 20 тысяч сразу, но я так говорю, как бы адаптируя к нашему времени. А потом они приходят в один день, а никого нет, только их 12, остальные разбежались. И, казалось бы, это крах церкви. Ни в коем случае. Написано, что те, кто разбежались, кто к тебе бежали от гонений, они бежали повсюду и продолжали проповедовать Евангелие. Знаете, что интересно, что во время гонений церковь пережила еще одну волну роста, наоборот. Думали, станет меньше людей. Наоборот, церковь еще больше выросла. Слава Богу! В то время уже около половины Иерусалима, если не входила в церковь, то, по крайней мере, сочувствовала ей. Очень многие сочувствовали церковь. Очень многие сочувствовали общине, да, мессианской тогда. Слава Богу! Хорошо. И знаете, читая Писание, мы видим, что у Иисуса был конкретный план, даже географический. Давайте Деяние 1.8 запишем, прочитаем. Можете так написать. Географическое распространение церкви. Географическое распространение церкви. Деяние 1.8. И Христос говорит ученикам своим, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Первое, в Иерусалиме, потом по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Я знаю, что по-разному толкуют это место. Некоторые говорят, что там стоит такое слово в греческом, которое обозначает одновременную работу и там, и там, и там, и там. Возможно, сегодня возможно, может быть, не знаю. Но тогда все равно нужно было делать какие-то вещи пошагово, нужно было к чему-то стремиться. И поэтому работали сначала в Иерусалиме, потом работали в Иудее и Самарии и двигались до края земли. Итак, Деяние 1.8. Господь дает определенный план своим ученикам, да? Он говорит, вот так вот можете двигаться. И давайте посмотрим в тех же деяниях апостолов, как этот план исполнялся. Напишите, Деяние 5.28. Деяние 5.28. Апостолов привели в Синедрион. И смотрите, что первосвященник говорит апостолам. Не запретили ли мы вам накрепко учить о сём имени? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. И первосвященник сам свидетельствует, что к тому времени, к 5 главе Деяний, весь Иерусалим был уже наполнен учением Иисуса Христа. Если не все стали его учениками и последователями, то, по крайней мере, все слышали об этом. И все знали, ученики выполнили свою часть. Они проповедовали в Иерусалиме. Давайте пойдем дальше. Деяние 8 глава. Деяние 8 глава. Прочитаем первый стих, а также четвертый и пятый. Деяние 8 глава. Первый стих, а также четвертый и пятый. Записали? И Деяние 9.31 тут же. И Деяние 9.31. Деяние 8 глава, первый стих. Саввл же одобрял убиение его, Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. То, о чем говорил Христос. Четвертый и пятый стих. Между тем рассеявшиеся ходили, и что делали? Благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Мы видим, слово проповедуется. Но давайте теперь откроем 9 главу и прочитаем 31 стих. И там написано следующее. Церкви же по всей Иудее, Галилее, Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Итак, в восьмой главе мы видим, верующие только стали наполнять эти места и убегать из Иерусалима во время гонений, и, конечно же, проповедовать там. А в девятой мы уже видим, что там существуют церкви, организованные общины, и они умножаются, растут при Божьей помощи. Амин. И у десятой главы деяний исполняется, как бы приходит новый рубеж. Евангелие проповедуется, начинает проповедоваться до края земли. Тот план, который установил Христос, он уже практически пришел в исполнение. Не полностью, конечно же, сегодня есть недостигнутые народы, сегодня есть народы, которые никогда не слышали Евангелие. Но, тем не менее, вот этот вот минимум, план минимум, он был уже тогда исполнен. Еще при жизни апостолов. Слава Богу. И за первое столетие, скажем так, церковь распространилась очень сильно на весь в то время известный, скажем так, цивилизованный мир. Туда, на восток, до Индии, запад, до Испании, Англии, на север Германия, юг. Это весь север Африки. Слава Богу. И вы знаете, да, что апостолов и Павла, в том числе, называли всесветным возмутителем или тем, кто переворачивает мир вверх дном. Представьте себе, да. То есть, мне нравятся слова Павла, когда он говорит, что мы ничем не обладаем, да, с одной стороны, но всех можем обогатить. И знаете, я хочу, я недавно сказал, у нас было молитвенно, я говорил церкви. Вы знаете, Писание говорит, что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Значит, у нас есть нечто, мы обладаем чем-то, что больше то, чем обладают люди в мире. И мы не должны потерять этого откровения. Мы можем быть не богаты, но обогащать других людей. Мы можем казаться немощными, но тем не менее быть благословениями для многих. Амин. Когда церковь теряет это откровение, она начинает искать другие лазейки. Деньги зарабатывать, чтобы купить в весь мир. Это неплохо, когда у церкви есть деньги. Но если нет откровения о Духе Божьем, живущем внутри, то это не поможет. Она хочет власть захватить, что всем приказать, покаяться. Но такое уже было в истории, ничего из этого не получается. Но когда мы обладаем откровением, что нам есть, что дать этому миру, то остальное все на самом деле будет прилагаться. И будет служить, ну как бы в правильном русле. Амин. Слава Богу. Хорошо. Итак, Павел был, наверное, уже не молодым, таким в простой одежде человеком. На него посмотришь, ну как про Иисуса было написано, да, у Исаии, не вида, не величия. А его боялись и говорили, что он был человеком, который переворачивает мир весь вверх дном. Слава Богу. Хорошо, перерыв у нас, да? Мы идем на перерыв, потом после перерыва продолжаем.